Всем привет! Меня зовут Василиса. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я предлагаю вам собраться вместе со мной. Мы с вами сделаем массаж для лица. Я, кстати, ни разу, мне кажется, еще не делала такой полноценный массаж на канале. И также сделаем с вами такой быстрый осенний образ с достаточно яркими, приглушенными в то же время губами. Я сейчас опять ненадолго прилетела домой в свою любимую белую комнату, и поэтому решила в такой прекрасный солнечный день, у меня сейчас за окном солнышко и еще зеленые листва, снять для вас такой быстрый классный осенний макияж. У меня с кожей не очень сегодня, но it's ok. Вчера был перелет, я что-то очень устала. Будем сейчас сделать с вами массаж лица. Я солгую, если скажу, что я постоянно делаю массаж лица. Это не так. Возможно, я еще не в том возрасте, чтобы делать себе конкретно. Но когда ко мне приходят клиентки на макияж, я делаю массаж лица, делаю это роллерами, руками, ногами. Больше всего массаж мне нравится делать по маслу. Моя кожа хорошо относится к маслу. И, в принципе, я всегда была фанатиком масел, если честно. Я показывала это масло в своем видео о зимнем органическом уходе для лица. Это бренд Kiehl's. Масло с семенами конопли. Очень у него хороший расход. Ну и я его использую по чуть-чуть. Я сейчас буду делать массаж по маслу перед макияжем. Мне это окей. То есть я потом не буду масло удалять с лица, потому что, в принципе, мне нравится, когда это масло наносится в тантеме вместе со тоном. Но если вы переживаете, что у вас потечет тон и так далее, вы потом просто масло, с которым будете делать себе массаж или крем будете интенсивно много наносить, чтобы скользили руки или роллер, вы потом просто это смываете. Здесь уже речь идет о вашем комфорте, о вашей коже. То есть здесь уже сами отсматривайте, как вам будет комфортнее. Я периодически за вдохновением захожу на Pinterest. И на Pinterest я как раз увидела этот лайфхак. Если вы только начинаете делать массаж для лица и хотите вот познать эти азы, то я вам предлагаю воспользоваться маской в Инстаграме. Это очень прикольная тема. Я увидела как раз это в Пинтересте. Чтобы найти эти маски Инстаграма, заходите в сторис. У вас открываются ваши прекрасные маски для лица. У меня их очень много. Или ставите правой рукой влево. И тогда вы увидите лупу. Это как раз поиск масок в Инстаграме. Возможно, многие этого не знали. Поэтому я рассказываю, как искать. И вы набираете фейс массажи. Я вот сейчас это просто сделала. И открывается очень много разных масок. Вот возьмем фейс массаж. И у вас на экране появляется ваше лицо с массажными линиями. И то есть тут как раз нарисованы стрелочки, по которым вы должны делать себе массаж. Что очень удобно. То есть вам не обязательно там снимать сторис в этот момент. Хотя вы можете и сторис снимать в этот момент. Но просто поставьте телефон удобно. И начинаете делать себе массаж. Я беру сначала масло. Оно такое зелененькое. И еще, кстати, у него достаточно специфический аромат. Если вы к этому прекрасно относитесь, то прекрасно. Я сначала ладошками наношу масло на лицо. И потом я совсем чуть-чуть нанесу масло на роллер. Просто чтобы он хорошо скользил по лицу. Это, кстати, роллер от The Body Shop. Мне нравится, что у него здесь железные насадочки металлические. Потому что они всегда холодные. Это даже вот лучше работает, чем камни, на мой взгляд. Очень удобно. У него здесь есть небольшой промежуток, который захватывает кожу. Мне безумно нравится прорабатывать зону челюсти с ним. Давайте я буду смотреть на маску и идти по массажным линиям. Это безумно быстро и удобно смазкой делать. Сколько по времени я делаю массаж? Абсолютно по-разному. Но я люблю, чтобы моя кожа немножко покраснела. Кровь приливает к коже лица. Уходят отеки. Еще очень удобно этим роллерам то, что вы можете одним шариком пользоваться. Вот здесь вот прорабатываем. Тут часто есть морщины. Уходим наверх. Весь прикол массажа лица это то, что мы идем от центра к периферии. От центра к периферии. Если вы хотите прорабатывать скулы, концентрируйтесь вот на этих зонах. То есть от центра к периферии. Если же у меня нет роллера под руками, то я делаю вот такие крюки из пальцев и массирую те же самые участки. То есть я, получается, просто костяшками создаю такой же эффект, как от роллера. Еще очень важно, например, вот здесь вот прорабатывать зону висков, потому что здесь как раз тоже все лучше разгоняется. Я не помню, мне это сказала моя массажистка, что нужно массировать виски. На самом деле у меня масло уже впиталось, потому что кожа у меня достаточно сейчас начала сушиться уже. Опять же, я не использую огромное количество масла, потому что я потом, как раз опять же говорю, буду наносить макияж. Далее нанесем увлажняющий крем. Как правильно называется этот бренд? Биленда, Биленда. Это достаточно такой популярный бренд среди блогеров. Лена Богданович про него много говорила. Это увлажняющий крем. Я его, честно признаюсь, заказывала маме, но хочу его тоже потестировать немножко. Этот крем подходит для дневного и вечернего использования. Как раз здесь написано, что он служит идеальной базой под макияж. Такое я очень люблю, когда крема как раз предназначена для того, чтобы подготовить кожу к макияжу. Нанесу еще на шею. Далее я нанесу Skin Perfector. Кстати, на яблоке заказала себе еще два таких продукта, потому что я реально боюсь, что они резко пропадут. Скорее всего, они опять же пропадут. Поэтому я решила запастись Skin Perfector, потому что это, правда, моя любимая база под макияж уже на протяжении, ну, года, наверное. Кожа такая сияющая, уже увлажненная. Я обожаю этот эффект. Так как вы нажали на этот ролик, вы уже видели заставку. Какой-то странный объект присутствовал на обложке видео. Это вот так вот должно появляться. Это какая-то просто невероятная кисточка для тонального крема. Ну, это просто so cute. Она с вешалкой какой-то. Я не знаю, зачем такое делают, но это выглядит очень забавно. Это кисточка для тонального крема от бренда Kuchenland. Я, на самом деле, не знала, что у них есть кисти. Мне вот прям буквально сегодня подходит мама и говорит, смотри, что я купила. Я такая, боже, это надо снять. Она говорит, я тоже подумала, что ты захочешь это снять. Поэтому сейчас мы будем с вами тестировать вот такой вот гаджет. В общем, эта кисточка, она очень хорошо набитая. Достаточно такое будет плотное покрытие от нее. И хорошо, что я как раз подготовила, так хорошо увлажнила кожу, потому что как раз она будет скользить. Также очень удобно, что она такая устойчивая. Ее можно просто поставить на столик, на какую-нибудь салфеточку, и она будет у вас так прекрасно стоять. Если она сейчас окажется очень такой хорошей, то, мне кажется, ее будет очень круто использовать для всяких поездок, потому что в косметичку она будет хорошо помещаться. В качестве тона я буду сегодня использовать бибикрем от Herborean. Очень люблю этот тон. И как раз проверим, как же эта потрясающая кисточка будет растушевывать этот бибикрем. Я сначала его нанесу на лицо, чтобы кисточка вдруг может все впитать. Поэтому я сразу подготовлю. Ну что, давайте пробовать. Мне правда очень интересно. Я даже не знаю, как ее правильно держать. Но мне хочется ее прямо за основание взять. Думаю, что так будет неудобно растушевывать. Может быть, так надо красить. Ну, что по первым ощущениям? Очень она как будто бы сухая. То есть я вот наношу тон, она вот уже набрала на себя, да, продукт. Но я вот веду и прям чувствую, как она сухо все распределяет. У меня есть похожая форма кисти от Zoiva. И там очень мягкий ворс. Тоже синтетический, опять же. Но здесь вот не скажу, что я в восторге от самого покрытия. Ну, короче, кисть дурацкая. Не берем ее. Сейчас хочу дораспределять как-то руками все. Потому что какое-то очень стрёмное покрытие получилось. Потому что, опять же, BB-крем, он очень хороший. И покрытие у него всегда было потрясающее. Но эта кисточка, это просто какой-то epic fail получился. Я возьму другую кисточку от Clorans свою. И чуть-чуть сверху продублирую тон. Это вот дело не в том, что она сильно набитая. У нее вот просто сам ворс кистью, он не предназначен для того, чтобы нормально растушевывать тон. Он должен быть намного мягче. Вот кисточка от Clorans. Она так мягко идет по лицу и так все классно растушевывает, что, конечно, намного лучше распределяет тон по лицу. Далее нанесем Concealer. Это Artvisage Miracle Touch. Потрясающий, подсвечивающий консилер, корректор. Я про него очень много раз рассказывала. И все девочки, которые его покупали по моей рекомендации, потом мне присылали фотки его из Золотого Яблока. Писали, что покупаю сразу два, потому что он очень хорош, вдруг подорожает. Он стоит 180 рублей, что ли. Просто потрясающая цена. Он стойкий, прекрасно, опять же, подсвечивает кожу. Вот это тоже шикарная кисть. Один взмах и все растушевано. Прекрасное тонкое покрытие. В то же время все перекрывается. А, перфекто. Далее придадим скульптуру лицу. Благодаря румянам, бронзирующим, скульптурирующим от Сережи Наумова. Я вам показывала их в прошлом видео. Если вы его еще, по какой-то причине не посмотрели, посмотрите, пожалуйста. Не забудьте также поставить палец вверх. Подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Кстати, по статистике YouTube меня смотрят больше людей, которые не подписаны на мой канал. Я знаю, что такая схема работает очень у многих людей. Я сама такой же зритель, который смотрит и не подписывается. Но если вам не сложно, если вдруг у вас под рукой кнопка подписаться, а она у вас точно сейчас под рукой, то подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх этому видео. Мне будет безумно приятно. Шлю вам лучи добра и любви в ответ на вашу подписку. Я очень радуюсь, когда вижу, что у меня есть новые подписчицы, подписчики на канале. Я совсем чуть-чуть добавлю бронзера от Tarte на центр лица, на щечки, на веки. Спасибо. Мне мама принесла манго с лица. Кстати, у нас видео про макияж, но расскажу про манго. Очень удобно манго резать вот так, если вы ни разу так не делали, порежьте. То есть, получается, делается вдоль и поперек надрезики, и очень будет удобно его есть. Это я сделаю в конце видео. Еще один классный продукт вам покажу. Это бренд называется Golden Rose. Это турецкая косметика. Это такие запеченные, сияющие румяны. Я их как-то раз показывала у себя на канале, если честно, про них совсем забыла. Вот сейчас, когда приехала, их пощупала и подумала, боже, это потрясающие румяны, особенно на осень. Это такие румяны-хайлайтеры. У них такой Golden Rose, опять же, оттенок. Продукт называется Терракот Стардаст. Я оставлю ссылку на него в описании. Этот оттеночек называется 106. Такие запеченные, красивые румяны-хайлайтеры. Они очень пигментированные. Чуть-чуть, конечно же, пылят. Ну какова же все-таки красота. Ну какова. Очень красивое сияние. По оттенку мне эти румяна напомнили Metalized от Крыкиной. Вот у нее есть Golden Rose. Какой-то такой оттенок. Рассыпчатый пигмент, сияющий. Вот очень похож сам продукт. Так, теперь я буду фиксировать брови. Брови я буду фиксировать прозрачным гелем от Stellar. Просто зачешу их наверх. Закрашивать их сегодня не буду. Потому что мне лень. С глазами у нас сегодня будет мега-симпл образ. Потому что я буду использовать одну, однушку теней. Это Euroshé оттенок 31 Сладкий миндаль. Вот такой красивый золотистый оттенок. И я его буду растушевывать. Можно, кстати, пальчиком его не носить. Они очень хорошо тоже наносятся пальчиком. Я просто пушистой кисточкой растушую на все подвижное веко. И потом также растушую на нижнее. Вот прям такой идеальный повседневный бронз. Который идеально вписывается и в дневной макияж. И в вечерний. Еще у меня здесь лежит вот такой вот сияющий карандаш от Kika. Я их, если честно, покупала на сейле. И так вот ни разу нормально ими не попользовалась. Но сама его философия мне понравилась. Это такие сияющие тени в формате карандаша для глаз. И я вот сейчас хочу попробовать нанести их во внутренний уголочек глаза. Их хорошо бы разогреть на руке. Чтобы они хорошо нанеслись. И я их вот так вот растушую во внутренний уголок глаза. И чуть-чуть подниму по дуге. Так вот красиво протяну этот карандаш. Линию такую сделаю. Хотя с ними, наверное, можно что-то интересненькое тоже придумать. Но для повседневного макияжа, если вы прям любите нют-нют. Вот прикольно. Таким карандашом просто высветлить внутренний уголок глаза. Они достаточно стойкие. Далее я нанесу тушь от Artvisage. Просто влюбилась в эту тушь идеально на осень. Потому что она у меня вообще не сыпется и не отпечатывается на веки на протяжении дня. Теперь будем делать губы. И у нас сегодня два продукта. Также, кстати, от KIKO для губ. Я, кстати, уже как-то показывала этот макияж губ у себя на канале. Но достаточно давно. Тоже я забыла, что у меня есть такие прекрасные оттенки в арсенале. Это оттенок 507. Карандаш для губ. Он, не скажу, что он мега стойкий. Но в тандеме с помадой он прекрасно работает. Я просто выделю сейчас контур и немножко заполню губы. Я просто вчера в инстаграме у девушки увидела прям похожий оттенок помады. Мне безумно захотелось снова накрасить губы этим цветом. И теперь наношу помаду в 407 оттенке. Она называется Smart. После того, как я нанесла помаду, я максимально ее вбиваю в губы, чтобы не было такого кремового сияния от нее. И чтобы она максимально прям растушевалась, естественно. Так мне больше нравится эффект зацелованных губ, получается. Я поняла, что мне хочется выделить внутренний уголок глаза. И я возьму карандаш от Maybelline и просто прорисую внутренний уголок. Ну что, вот такой вот быстрый осенний образ у нас получился. Буквально, который занимает несколько минут. Ну ладно, чуть побольше. Минут 10, наверное, мне занял макияж сам. Быстрый, сияющий смоки на глазах. Красивые такие пыльно-розовые губы. Безумно быстрый. И в то же время, опять же, простой макияж, где нету сложных стрелок и так далее. Я каждый раз люблю говорить, что макияж абсолютно подойдет каждый. Потому что здесь ничего сложного мы не делали. Очень красивое сияние от румян на лице мне очень нравится. Мы не наносили никаких хайлайтеров, только подсвечивающие средства. И, кстати, вот у меня достаточно сейчас матово я себя ощущаю. Несмотря на то, что есть сияние на коже, немножко зафиксирую макияж. Здесь у меня перелит от My Clorans спрей увлажняющий. Я его увожу всегда с собой, поэтому он у меня в такой компактной упаковочке перелит. Ну что, хочу подытожить, что кисточка мне не понравилась. Очень неприятный ворс. Я не знаю, для чего его можно использовать. Может быть... Может быть... Но тон ей точно не нужно наносить, потому что... Сковородку мазать маслом. Ну, нет. Сковородку мазать маслом. Не расплавится ли она от масла? Какую-нибудь маску для лица можно ей наносить, кремовую. Может быть, будет удобно. Но... Сам формат очень прикольный, но... Опять же, то, как она растушевала тональный крем, я так тональный крем плохо, наверное, на своей коже давно не растушевывала. Ну... Напоминаю, что все продукты, которые я использовала в этом видео, вы найдете в описании. Не забывайте проверять инфобокс. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, поставить этому видео палец вверх. Также я сейчас активно веду телеграм-канал For Beauty With Love. На него ссылка также будет в описании. Не забудьте на него подписаться. Я там рассказываю, какие акции проходят в бьюти-сторах. Про одежду также рассказываю, выкладываю разные ссылки. И делюсь с вами разными новостями из шоу-бизнеса, мира моды, мира YouTube. Поэтому я вас также буду ждать в моем телеграм-канале. Надеюсь, что вам понравилось это видео и что вы какие-то полезные продукты для себя отметили. Я увижусь с вами в следующих роликах. Пока-пока. Теперь я буду есть манго.